Я уверен, что от того, как будут самопочувствовать себя люди, которые живут здесь, где будут самопочувствия у них, насколько эффективно будут работать предприятия, в значительной мере зависит ритм жизни страны. К сожалению, этот ритм сейчас неровный и рваный, говорит спикер украинского парламента. Многолетние выяснения отношений между крупными игроками украинской политики привели к тому, что народ перестал верить всем. Однако революционная ситуация стране не грозит, считает Владимир Литвин. По его словам, простые люди сейчас заняты в основном выживанием. В чем им успешно способствует то, что треть населения живет натуральным хозяйством, а еще треть не разорвала связь с селом. Грядущие президентские выборы, считает глава Верховной Рады, дают шанс изменить ситуацию к лучшему. В то же время к попыткам действующего главы державы распустить Раду спикер относится отрицательно. Поддержать президента. Пусть бы президент во время своей каденции поддерживал жизнедеятельность страны. Они все плохие. Скажите, пожалуйста, один был парламент плохой, второй плохой, третий тоже будет плохой. Все правительства были плохие. Может быть проблема не в этом? Это первое. Второе. Как поддерживать президента, когда он рассказывает, что у нас страна рушится, валится, а буквально на днях рассказал, что оказывается мы с вами живем в раю и об этом еще не знаем. Что нас позитивные сдвиги. Не секрет, что Владимир Литвин намерен участвовать в президентских выборах. На вопрос, будет ли он сильным президентом, будущий кандидат ответил так. Я буду просто президентом для народу. И когда нужно, будет продемонстрирована сила. Кожна людина будет сама себя поважать. Вона будет пристойно заработать, будет мать возможность докласти руки и миски, и сердце. Його будут поважать в семье. От этого будет поважа в государстве. И тогда можно это назвать сильным президентом. Для меня важно, чтобы люди себя чувствовали себя нормально. А все другое – это дефиниция.